здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи из иерусалима израильский политолог арик эльман здравствуйте арик добрый день итак мы вроде бы избежали досрочных выборов бюджет принятия его отсрочили на 100 дней там непонятно что останется потом принимать на какое время но во всяком случае кризис вроде бы миновал но что интересно практически все ведущие израильские газеты на следующий день после того как это случилось случилось вышли заголовками до следующего кризиса подразумевается то что это был просто сказать легкий такой повод проверка сил в коалиции а что все равно найдется другой повод который приведет страну к досрочным выборам вы разделяете такую точку зрения я думаю что риск досрочных выборов конечно же сохраняется и зависит от того как будет складываться дальнейшая политическая конъюнктура я думаю что как мы уже это обсуждали главным фактором в том что выборы не состояли сейчас то есть мы не пошли на досрочные выборы в ноябре была демонстрация относительной непопулярности как бенниганца в опросах общественного мнения и рост популярности тех сил с которыми им будет очень сложно сотрудничать скажем для бенниганца досрочные выборы сейчас означали бы расставание с мечтой стать премьер-министром израиля может быть конец политической карьеры для беннимина натаньягу большинство опросов давали ему возможность сформировать узкую правую коалицию после выборов но тем не менее в этой узкой правой коалиции нафтали беннет играл бы вторую критическую роль и мы знаем насколько непростые отношения между антаньягу и беннетом и поэтому мысль о том что вместо бенниганца придется находить общий язык с лидером ямина видимо не вызвала антаньягу энтузиазма и мы говорили о том что этот фактор может оказаться критическим недовольство по которой демонстрирует значительная часть правоцентрического электората вопросов она объясняется первую очередь ситуации с второй волной коронавируса а также с отказом имена натаньягу от как минимум на время но нет ничего более постоянного как известно чем временные ситуации от идеи аннексии которая как мы помним была главным главной морковкой главным пряником которым я убеждал своих сторонников поддержать коалицию с кахолова которая в значительной степени отошла от декларируемых ранее правых принципов в первую очередь в общем что касалось требование реформа в юридической системе судебной системе верховного суда и так далее я уговорил о том что такая лица открывает пути для аннексии но с тех пор ситуация существенно изменилась и вместо аннексии мы получили нормализацию с обменными арабским эмиратом это не ау понимает что одной декларации не хватит для того чтобы действительно создать в сознании избирателей ощущение что происходит нечто большое поэтому понятно что ему гораздо выгоднее выйти на выборы после того скажем как состоится торжественная церемония подписания соглашения в белом доме например или когда первый израильский туристический самолет приземлиться в дубае вот тогда уже действительно можно ожидать подъема определенной волны оптимизма и на фоне на этом фоне в особенности если к марту скажем к зиме по сразу после зимы дня удастся преодолеть вторую волну коронавируса удастся свести к минимуму возможные негативные последствия зиме зимой плюс традиционной эпидемии гриппа которые происходят зимой и тогда уже на фоне общего подъема если к тому же еще и начнется производство вакцины в это время вот тогда днева вполне может реализовать те данные ему по этому компромиссу возможности и все-таки форсировать досрочные выборы на базе несогласия по бюджету 2021 года для того чтобы не передавать полномочия пениганцу в ноябре того же 2021 еще одно политическое событие этой неделе я попросил бы вас прокомментировать имеется ввиду законопроекты депутата смотрича о пересмотре закона возвращений точнее о том чтобы убрать из этого закона пункт о праве на репатриацию внуков евреев вызвал это большие споры большой не гайми как негативный так и положительные отклики много было бушующих дискуссий в социальных сетях меня интересует ваша точка зрения вообще по этому вопросу это первое и второе многие заявили я имею ввиду по комментаторы политические журналисты что сама попытка вот такого заявления никакого отношения к закону вообще о возвращении не имеет что это просто начало новой предвыборной кампании и депутат смотришь просто решил заранее заявить о себе я думаю что что касается реальности превращение законопроекта в закон очень хорошо вырос по этому поводу представители партии еврейства торы депутат из как пиндерус сказал что подобного рода законопроекты которые хотят внести изменения в центральные законы нашей страны не принимаются из-за позиции поэтому там смотришь на нас к ним пытался эти усовестить депутатов от религиозных партий и вы же тоже считаете что закон что этот пункт надо отменить что он и открывает путь для приезда в израиль где не имеющих отношения к близкого народа и вот на это ему пиндерус ответил что партия которая хочет внести изменения в такой важный закон должна делать это в коалиции и соединяйся в коалиции тогда поддерживаем а если нет то мы будем голосовать против как мы обязались и действительно ультрафикация депутата голосовали против этого законопроекта провалили точнее говоря видишь провален цель сморщик просто сняла с повестки дня теперь что касается сути законопроекта закон о возвращении не является у нас основным как известно его можно менять простым большинством голосов в том числе и поэтому был принят основной закон о национальном характере государства израиль закрепивший принцип что израиль это место где именно еврейский народ осуществляет свое право национальное самоопределение закон о возвращении менялся как с точки как в духе представлений о том что такое еврей кто является частью этой собственности еврейский народ в диаспоре как в самом израиле так и в диаспоре нет принципиальной проблемы с тем чтобы он подвергался изменения другое дело что эти изменения должны происходить опираясь на реальные факты и на реальное положение дел когда депутат смотришь говорит что именно пункт позволяющий внукам евреев приезжать в израиль является то есть открывает двери для массовой иммиграции в израиль людей не имеющих прям конкретного реального отношения к еврейскому народу не имеющих еврейского самосознания он не приводит никаких цифр они приводят потому что цифры эти очень невелики и без и депутат смотри прекрасно знает что из 400 тысяч живущих сегодня в израиле людей не являющиеся евреями по галахе не принадлежащие никому другому религиозному сообществу большинство из которых русскоговорящие репатрианты и дети проживающие стоит евреи по галахе не нужны внуки евреи потому что они родились от еврейского отца и не еврейской мать депутат смотришь не хочет решать эту проблему точно так же как израильский религиозный стабличмент значительная часть не хочет ее решать не хочет задумываться о том чтобы признавать тех кто родился от еврейского отца и не еврейской материи и евреями также как это делается отношение матерей он не прилагает усилий для того чтобы облегчить и сделать более логично разумных процедуру ги-юра и таким образом решить этот вопрос и поэтому когда он в этом контексте поднимает про вопрос о так называемом пункте одну как в законе возвращения то складывается впечатление что делается только для того чтобы раздуть скажем так некие ксенофобские чувства среди избирательных которых он ориентируется и таким образом казать такое смелый мужественный как он готов нападать на священных коров государства израиль в числе закон о возвращении как он якобы режет правду матку понятно что когда такое происходит конфликт между смотрящим с одной стороны и депутатами отстаивают закон о возвращении в первую очередь русскоязычными с другой стороны это все помогает обеим сторонам оказывается каждый своему векторату что отстаивает их интерес интересный здесь аспект это на самом деле ситуация нафтали беннета мы знаем что сегодня вопросов беннета пользуется популярностью в первую очередь по той простой причине что он представляет собой единственную право находясь в оппозиции не участвующую в нынешнем властном процессе не несущий в этом ответственности не за ситуацию с коронавирусом не за отказ от и не аннексии он как бы собирает к себе вот голоса разочаровывая политическая история нафтали беннета показывает что когда дело доходит до выборов то тут ситуация его несколько более скверная потому что он как правило плохо проводит избирательной кампании у него всегда есть проблема с формированием своего списка и в результате он теряет голоса вот сейчас мы видим точь похожую ситуацию беннет рассчитывает на то что он станет альтернативным лидером правых объединив под свои знамена и светских правах и религиозных правах в первую очередь национально-религиозный лагерь и вот тут приходит демонстрировать что объединение такое она очень проблематично потому что идеология значительной части национально-религиозного лагеря сегодня такова что светские правы они под эти знамена стать не мог потому что это эти идеи им чуждо не считают что это самое главное сейчас заниматься и и беннет который не может просто так расстаться с модачем потому что он понимает что подобного рода шаг приведет немедленному опять возникновению право религиозной альтернативы справа от ямина скажем так да если его политическое образование дальше так называться он вынужден пытаться этот компромисс сохранять скорее всего им будет очень трудно на этой базе собрать все те голоса которые сегодня ему дают опрос алекс спасибо за ваш комментарий что нашли для нас время всего вам доброго спасибо на этом все напомню что с нами на связи был политолог арик эльман до свидания